привет ребята мы с вами стали свидетелями всего того что происходит а происходит вот что ребята как вы все знаете в россии начали блокировать инстаграм но оказывается не все потеряно в дальнем востоке уже заблокировали инстаграм у нас но мы теперь сидим через выполнен и у нас еще получилось ну не знаю короче то что закрывают инстаграм уже закрыли на момент выхода это видео уже закрыли инстаграм я конечно не буду как это блогерша которая видос там распространился по интернету где она плачет то что инстаграм это ее жизнь это не только заработок это ее жизнь я понимаю ну типа я ее как бы могу понять то что да это реально не круто не клево в общем так скажу я считаю что то что сделал инстаграм а конкретно представители такой площадки как инстаграм фейсбук то заявление которое они сделали это просто ну вот реально приехать и по жопе надавать ремнем я считаю что это просто верх не знаю чего или дно я даже не знаю как назвать ну типа такие заявления делать извините я думаю что если бы не вот эти вот заявления о том что людям разрешается призывать каким-то ужасным вещам еще что-то и вообще в принципе всех на свете ненавидеть я считаю что ну это просто недопустимое отношение такой крупной компании в принципе это ну реально я очень сильно люблю инстаграм но такие заявления делать на весь мир такой крупной компании это я не знаю как нужно себя не уважать кем нужно быть и вообще ну просто без комментариев думаю что многие со мной согласятся короче я просто в шоке реально я понимаю что если бы не вот это высказывание этих мета мита и как как там вообще пофигу за их слова вообще пофигу как там называть я думаю что если бы не это высказывание то вряд ли бы в россии закрыли инстаграм но у нас его еще пока не закрыли по московскому времени но но что-то закроет мы все знаем я сейчас не знаю сегодня пыталась каким-то образом вывести все из инстаграма потому что там есть функция типа сохранить все это чтоб все пришло zip файлом архивом каким-то сохраняешь себя там все на комп скачиваешь мне ничего не пришло я два дня назад уже прошло больше 48 часов отправила эту заявку что мне все пришло на почту мне ничего не пришло есть у меня подозрение что из-за того что у меня там огромное количество всего я думаю что то сколько вложила я контента stories я не знаю сил времени в инстаграм это может быть мне через пару месяцев только придет этот архив zip файлом и и хорошо если вообще принципе придет не знаю но это конечно трэш вот мне нет мне на на фотке немного немножко пофиг в инстаграм потому что у меня все фотки сохранены продублированные на жестких дисках вконтакте везде то есть я все равно как бы вконтакт заходила выставляла туда кстати подписывайтесь на меня вконтакте ай капец будем теперь вконтакте сидеть создадим группу вконтакте популярной девочки как раньше с чего я в принципе начинала вы знаете тот момент когда как когда-то ты сидишь такой ностальгируешь по тем временам как все начиналось а сейчас сидишь и находишься в тех временах когда все начиналось и уже не ностальгируешь а думаешь блин надеюсь что инстаграм не объявят экстремистом этим экстремалом этим надеюсь что такого не будет потому что если это произойдет то все можно забыть полностью про инстаграм сейчас еще есть надежда что все-таки его разблокируют я не знаю что должно произойти чтобы разблокировали мне бы если честно ну по человечески мне бы хотелось что вот это вот компания до которые создали инстаграм эта метке или как чтобы они ну публично принесли извинения я не знаю хотя и мне кажется я не знаю что они должны сделать чтобы ну как бы скажем так типа ладно возвращаем Инстаграм, типа, ну, я не знаю, какие-то законы ввели, что, типа, нельзя на самом деле делать то, к чему они сказали. Да, добро, давайте, типа, можно вообще ужас всякий писать и так далее, и призывать к каким-то ужасным вещам, да, то есть, ну, это вообще сумасшествие. Я понимаю, почему закрыли Инстаграм, потому что в Инстаграме сидит очень много детей и подростков, ну, и помимо подростков и детей там сидят и взрослые люди, разумеется. И я понимаю, почему закрыли, потому что в тот же самый Директ прислали ужасные всякие картинки, и понятное дело, что не у всех психика выдерживает, кто-то, может, не заходит в Директ и не читает, и не смотрит, не открывает, а кто-то, может, сидит, открывает всё подряд, понимаете, и, ну, непонятно, да, все люди разные, у всех разная психика. Но, как бы, суть даже не в этом. В любом случае, я считаю, что закрытие Инстаграма — это дичь. Я считаю, что можно было каким-то другим образом ограничить, может быть, я не знаю, поток какой-то информации конкретно на территории России, не знаю, насколько это возможно было бы, потому что, ну, типа, это, знаете, как вот сейчас вот это всё русофобия, ля-ля-ля, ну, типа, это же не изменится от того, что закроется Инстаграм, это же не решится закрытием Инстаграма. Но если говорить про Инстаграм, то очень много людей потеряли работу, потеряют работу, да, очень много, это даже не к тому, что, типа, да, бренды какие-то ушли из России, но есть же и российские бренды, есть много российских, там, тех же шоурумов, ещё чего-то, которые таким же образом в Инстаграме, там, людей находили, клиентов находили и многое другое, салоны красоты, ну, то есть, как бы, это такое, знаете, типа, закрыть в России Инстаграм. Я могу понять причину, да, закрытия, я могу её реально понять, но, с другой стороны, есть такая ситуация, что и всё равно, как будто бы это не выход из ситуации, потому что, реально, многие, я даже не про блогеров говорю, в принципе, про многих людей, у которых бизнес в Инстаграме был. Не знаю, ну, как бы, очень многие люди реально зарабатывали с помощью такой площадки, не на рекламе даже, а просто на, не знаю, демонстрации своего, там, продукта, товара, услуг. То есть, это, в любом случае, не клёво. Я не знаю, если честно, что будет дальше, но мне бы, конечно, хотелось, чтобы со временем у нас разблокировали, вернули Инстаграм, несмотря на то, что по московскому времени у нас ещё работает Инстаграм, но я-то понимаю, что уже некуда бежать, нечего думать, нечего делать, потому что всё равно сейчас через пару часов всё выключится и, как бы, чё. Вот, сейчас я большую часть времени провожу в Телеграме и ВКонтакте, обязательно подпишитесь на меня в Телеграме и ВКонтакте, я понимаю, что все блогеры сейчас призывают, все это делают, но, с другой стороны, конечно, а чё ещё им делать, чё ещё нам делать? Мы тоже волнуемся, мы тоже переживаем. С другой стороны, я, например, тоже сама на многих блогеров подписалась в Телеграме, хотя меня тоже бесит вот эти бесконечные сообщения, но там можно рассортировать всё по папочкам, сделать классненько, клёвенько и выключать уведомления, например, или звук. Конечно, все переживают, но я думаю, что... думаю, что чё-то придумаем, думаю, что прорвёмся. Надеюсь, хочется верить всё-таки в хорошее. Шок, шок-контент. Ещё знаете, в чём на самом деле тоже вот такое состояние, типа, капец? Потому что столько лет, столько, ну, времени, да, и денег люди вкладывали в свой Инстаграм, ещё что-то, там, какие-то фотосессии устраивали, не знаю, чтобы привлечь аудиторию, какие-то там, ну, кто-то там курсы всякие делал, да, вот эти все марафоны, ну, как бы за это я не переживаю, на это мне пофиг. Я просто говорю о том, что реально вот много людей, которые тратили огромный, не я, кстати, ну, просто вот привожу пример, много людей, которые тратили огромные деньги на всякие гивы, на всякие там круги вот эти вот, чтобы, типа, набрать аудиторию, чтобы, не знаю, выбиться там, грубо говоря, не то, чтобы люди, да, а стать каким-то там инфлюенсером, все дела. То есть это реально, ну, это реально тяжело принять. Я понимаю, что происходят вещи и пострашнее в мире, да, но всё-таки каждый человек будет переживать за то, что есть у него, за свою семью, за свою жизнь, как бы он там и не переживал за всё происходящее. В любом случае у каждого человека, ну, всегда будет, как бы, цель защитить свою семью и подумать о своей семье и о себе в том числе. Поэтому, ну, как бы тоже не надо там всякие негативы писать. Можно просто сказать так, что грустно за всё, что происходит, грустно за всем этим наблюдать, но хочется, всё равно хочется верить, что всё наладится, как бы сложно не было, как бы ужасно и тяжело всё это не казалось и не выглядело и не происходило в реальности. Хочется верить, что когда-то всё закончится, когда-то всё наладится и не знаю. В общем, не хочется опускать руки всем блогерам, кто вдруг меня сейчас смотрит. Я хочу сказать, что каким-то образом вы стали популярными, каким-то образом вы нашли свою аудиторию и не нужно опускать руки. Я уверена, что, я уверена, что всё будет так, как должно быть. Я даже так скажу, у некоторых людей, которые мечтали стать там блогерами, ещё что-то, сейчас появится возможность проявить себя, сейчас появится возможность, ну, показать себя как-то, да, людям, миру, найти свою аудиторию. То есть для некоторых это, скажем так, для некоторых какие-то ситуации кажутся безвыходными и всё, всё потеряно, но есть люди, для которых это, наоборот, шанс. Шанс что-то сделать, что-то показать, проявить. То есть в такие времена, как сейчас, некоторые люди становятся очень бедными, да, и как бы всё теряют, а некоторые люди становятся, ну, очень богатыми, открывают какой-то бизнес успешный. Ну, то есть как бы сейчас такое время, что нужно правильно, скажем так, правильно выбрать, выбрать правильный путь, выбрать правильное направление. И это очень тоже волнительно, потому что ты никогда не знаешь, правильно ты выбрал, неправильно. Ну, вообще, всё это можно, конечно, рассуждать долго, такая философия какая-то получается. Короче, я в шоке. Но я хочу сказать, что я не прекращаю заниматься тем, чем я занималась всю свою жизнь, можно так сказать. Я не забрасываю YouTube, по крайней мере, пока его нафиг не закрыли, да. Я не забрасываю, несмотря на то, что сейчас нет возможности зарабатывать с YouTube. В любом случае, я с YouTube и не зарабатывала таких больших денег, как с Instagram, но я всё равно продолжала его вести, потому что для меня это очень такой важный момент, важная активность. Это то же самое, что я там, не знаю, записывала песни, с которых я вообще практически там ничего не заработала, какие-то копейки, да. То есть я всё равно их выпускала, потому что это то, что мне нравится, потому что это какая-то активность. И мне хочется верить, что, несмотря на тяжёлое время, всё равно в какой-то момент всё образуется, образумится, не знаю, всё наладится. Не знаю, конечно, когда это будет. Если вдруг у нас тут в комментариях есть какие-то гадалки, астрологи, то напишите, что думаете, будет интересно почитать. Сразу прошу не писать какой-то негатив. Этого и так достаточно, этого и так полно. Если у вас есть какое-то мнение, которое не совпадает с моим, то оставьте его при себе. Ну, если это какое-то негативное очень сильное мнение, я считаю, что хватит уже делиться какими-то негативными эмоциями, какими-то проклятиями, ужасами. Ну, этого действительно много. Сейчас я не знаю вот, да, людей, у которых сейчас всё вообще супер классно, там, кока-кола и так далее. Ну, то есть я не знаю сейчас вот реально таких людей. Сейчас все на панике, все волнуются, всех всё пугают, никто ничего не знает, все переживают за свою жизнь, все переживают за свою работу, за возможности и так далее, и так далее. Поэтому просто, ну, реально вот самое главное, что хочу сказать, что всегда нужно оставаться человеком, всегда нужно оставаться людьми. Я думаю, что вы это уже много где у кого слышали, видели, но это истинно, это правда. Потому что в жизни разное бывает. Случаются ужасы, случаются кошмары, не знаю, потери, ну, много чего, да, происходит в жизни. Жизнь такая, она нелёгкая. Но самое главное, что всегда реально нужно оставаться человеком, потому что ты никогда не знаешь, как всё будет завтра, ты никогда не знаешь, где ты будешь завтра, и кто тебе в итоге поможет завтра, понимаете? Поэтому реально подумайте. Просто, типа, всё, что происходит в нашей жизни, оно же неспроста происходит, оно же не просто случайно происходит. Какие-то вещи происходят, ну, мы не на всё же можем повлиять. Я просто такой человек, я верю в какие-то такие, знаете, моменты, не то, что там, типа, судьба, не судьба, ну, как бы, как бы жёстко это ни звучало, я в своём телеграмме тоже там высказываюсь, какие-то аудио записываю, так что подпишитесь, ну, будете в курсе там каких-то моих мыслей, кому интересно. Просто есть вещи, на которые никто не может повлиять. Никто и никак. Потому что вот так уже, грубо говоря, написано, понимаете? Так уже, не знаю, начерчено, начёрт, не знаю, как это вот слово сказать, так уже предрешено. Вот чё хочешь, ты хоть головой об стену бейся, ну, вот просто, грубо говоря, как эти поговорки-то, типа, чего ля-ля-ля, того не миновать. Да, вот моё такое высказывание, что оно какое-то там жёсткое, ещё что-то, ни к месту, ни к чему-то там, ну, как бы, говорю, просто как чувствую. Не с целью кого-то обидеть, не с целью кого-то там разозлить, и ещё что-то, или призвать к чему-то, ни в коем случае, наоборот, я хочу призвать людей быть людьми. Ну, короче, типа, чему быть, того не миновать, чё-то такое, не знаю. То есть можно очень долго, очень много рассуждать на тему того, что кто такой, кто сякой, кто не такой, кого я ненавижу, кого я люблю, но, типа, есть такие вещи, которые, ну, реально, ты не можешь на них повлиять. Вот, ну, не можешь, вот и всё. Поэтому просто я не говорю о том, что нужно принимать какие-то ситуации, но нужно просто думать, что делать дальше, нужно брать себя в руки и, ну, собираться с мыслями, потому что я, конечно, смотрю, некоторые там вообще с ума сходят. В последние дни я сижу дома, просто даже не вижу смысла куда-то выходить, фоткаться, что-то снимать, потому что я в таком ступоре, в каком-то, знаете, типа, ну, сниму я, куда я это выставлю? Куда? Да. Я очень много в Телеграме сижу, у меня там уже 88 тысяч подписчиков, между прочим, вчера я ещё галочку получила в Телеграме. Я должна была уехать со Славой на дачу, но он там должен будет остаться на подольше, а я поняла, что я не смогу уехать на дачу, потому что у меня в Москве есть дела. Например, такие, типа, как закрыть Инстаграм, что же дальше делать, куда всех звать. Блин, да что такое? В общем, все астрологи, нумерологи, там, гадалки, я не знаю, экстрасенсы, ну, реальные, реально с талантами, реально они там шарлатаны, пишите в комментариях, что всех нас ждёт. Я уже Славе написала, чтобы он написал астрологу, которая сказала мне, вот в прошлом видео я вам ещё рассказала, что 24 года я буду пахать, которая сказала, когда я выйду замуж, я говорю, пиши ей, спрашивай, что будет, спрашивай, когда это самое вернут Инстаграм, не вернут, хочу знать, потому что я обычно такая, типа, нет, я не буду, я не хочу знать будущее, нафиг надо, это неправильно вообще, сейчас я хочу знать, реально хочу знать. Дома срач, на меня обиделась собака Вива, она на меня обиделась, потому что я, потому что я постоянно сижу у компа, и она на меня обиделась, Вивочка, лежит, не хочет со мной вообще видеться, пересекаться. Вот она лежит, обиделась на маму, ну, прости. Вив, ты не понимаешь, у мамы Инстаграм забирают. Вив, а как же хайлайты твои? А как же твой Инстаграм? Вив, у тебя что же Инстаграм забирают? Ты что, лежишь, дурында? Скорее всего, скачивай из Инстаграма. Ой, ну не, говорят, что типа будет работать, да, Вив? Иди к маме. Я живу в пижаме, потому что не вижу смысла вообще переодеваться, и я никуда не собираюсь выходить, мне некуда идти, да и незачем. Еще я очень сильно расстроена, что YouTube заблокировал все российские каналы. Не знаю, за что заблокировали, например, Спас. Я, конечно, его не смотрела, но все равно не понимаю, зачем. Заблокировали ТНТ, да, вот где мне смотреть, например, Звезды в Африке, Холостяка. А очень неудобно смотреть через другие какие-то сайты, потому что там и рекламы, и загрузки какие-то, в общем, ну неприятно. Но я надеюсь, что решится эта проблема каким-то образом, не знаю, создадут заново каналы, я не знаю, что, не знаю. Потом мужское-женское, где мне смотреть. Я понимаю, что мои проблемы это полнейшая фигня, и вообще грязь из-под ногтей, да, по сравнению с проблемами у других людей, я это прекрасно понимаю, но как бы я сейчас говорю за себя и за свои проблемы, которые меня лично расстраивают. Я думаю, что есть люди, которых тоже это расстраивает. Это как, знаете, привыкаешь к одному, а потом тебе говорят, все, больше такого не будет, будет по-другому. Ты такой, типа, подожди, какого хрена? Вот, конечно, не нравится, много недовольства. В Телеграме тоже было невозможно первое время. Первое время вот с момента всех этих событий, которые начали происходить, тоже было невозможно сидеть, потому что было столько негатива, столько ужасных комментариев. Я долго блокировала, много блокировала, удаляла. Потом в какой-то момент все куда-то делись, и все какие-то злые комментарии куда-то делись. Не знаю, как будто бы они сами устали эти комментарии оставлять, я не знаю. Но я очень рада, спасибо вам, если вы просто сидите и перестали писать какой-то негатив. Это круто, ну, как бы, я рада. Вот, потом, короче, все начинают сейчас... Ну, не все, но есть люди такие неприятные, токсичные, пишут, типа, вот, блогеры сейчас все перестанут снимать на YouTube, потому что денег оттуда не зарабатывают. Типа, чё, чё, теперь понятно, что вы все снимали из-за денег. Я думаю, чё за дичь вообще, что за бред? Ну, если логично подумать, то то же самое я могу и вам сказать. Зачем вы ходите на работу? Типа, из-за денег? Ходите туда не из-за денег. Я в Телеграме тоже эту тему обсуждала. Я говорю то, что я, ну, как бы, снимала на YouTube с самого начала, много лет, и сейчас, как бы, да, снимаю. Хотя, получается так, что с летсплея уже пришла, ну, пришла, типа, денюжка именно в аналитике. Так-то я не думаю, что я смогу получить какие-то заработки с монетизацией на YouTube, несмотря на то, что это очень низкая монетизация. Но если, например, с летсплея у меня приходила денюжка с одного летсплея, со второго канала, там, не знаю, 100 долларов где-то, то сейчас 10 долларов. И это-то, ладно, типа, да, ну, как бы, очень мало, да, в сравнении, да, но суть даже не в этом. Суть в том, что, скорее всего, я даже не смогу их никаким образом получить, эти деньги. Вот. И я все равно снимаю. Ну, с влога, получается, предыдущего 50 долларов пришло, не знаю, может, там еще статистика не загрузилась, но 50 долларов, это, конечно, мощно. Мощно, потому что до этого, ну, типа, видео приносило, ну, вот один влог, например, там, 400, 500, 600 долларов. Я никогда, кстати, такие вещи не раскрывала, не рассказывала, но я понимаю, что сейчас это будет действительно интересно в сравнении посмотреть, что стало с монетизацией после того, как отключили в России рекламу. Но разница большая, то есть я, если честно, даже думала, что хотя бы 100 долларов будет приходить с видео на YouTube. Ну, типа, знаете, если раньше там было 500 долларов, то будет, ну, там 100, типа, не знаю, 90 долларов, может быть, ну, как бы, в итоге 50, но, опять же-таки, я не знаю, статистика может еще прогрузиться, потому что сегодня я посмотрела 50, может быть, завтра будет 70, ну, грубо говоря. Ну, в любом случае, это такое, это, грубо говоря, что в любом случае, сейчас у всех упадут заработки, у всех блогеров, непонятно, где они будут зарабатывать и каким образом, где какая реклама будет, не будет, в любом случае, какая-то реклама будет, но насколько цена изменится, насколько будет много такой рекламы, и понятное дело, что конкуренция еще больше становится, потому что до этого, когда было много разных брендов на рынке, ну, и так была большая конкуренция среди блогеров, кто получит какие проекты, кто не получит, а сейчас еще больше. То есть, ну, как бы, я хотела просто сказать всем блогерам, кто еще сомневался и думал, типа, пахать как собака или нет, да, сто пудово, да, потому что, не знаю, я вот пока лежу на кровати, просто ничего не делаю, ну, влог снимаю, телеграм снимаю, жду, когда закроют инстаграм, хочу посмотреть на весь этот кошмар. Такой тот же разговорный влог, а что вы от меня ждете? Типа, гулять по Москве, радоваться, вообще наслаждаться жизнью, салюты пускать? Нет, конечно, вообще никуда не хочется, настроение ноль. Даже приготовить себе не хочу ничего. Ну, хотя бы надо заказать сметану себе, пельмешки сварить, не знаю, хоть что-то сделать. Я лежу, я просто чешу собаку. Ох, Феючка, хорошо, что ты всех этих интернетных дел не понимаешь. Феючка-собачка? Ох, Феючка. Вот так. Все, что помогает мне отвлечься, я даже не знаю что, на Ютьюбе смотреть нечего, реально нечего, потому что очень хочется смотреть какой-то обычный контент, который до этого я смотрела, какие-то всякие видосики, интервьюшки, нечего смотреть. Все нагнетающее, все очень грустное, все очень нервное, и единственное, что меня успокаивает, это реально строить парк аттракционов. Let's play. Я уже второй день не снимаю let's play, я просто сама сижу и строю парк аттракционов, потому что у меня не было желания краситься, настроения не было, кожа испортилась, не знаю, говорила, не говорила. Кожа испортилась. Мне, честно, так кофе, кушать на все. Муж уехал, кто мне приготовит пельмени, я не знаю, самой что ли варить. Собиралась дома убираться, полы мыть, но неохота, неохота. Я только что тестировала функцию в телеграме трансляций. Забыл, конечно, угар. Потому что у меня все глючило, я не понимала вообще, меня слышно, меня видно, в общем, дичь. Не знаю, пока не понимаю, разобралась я в итоге или нет. Может быть, вечером, ночью сегодня еще раз попробую, чтобы разобраться. Ко мне пришел курьер, я заказала еду. Сейчас хочу сварить пельмешки. И не какие-то там магазинные пельмешки, а те, которые моя мама делает. Не знаю, у меня вообще на самом деле сейчас в телеграме нет никакого негатива. И я этому очень рада. Выказала огурцы и помидоры, вчера почистила холодильник, потому что там было много всяких продуктов, в которых уже все. И руки не доходили, и были какие-то недоеденные продукты, типа в контейнерах что-то заторвала. Чай заказала, чай закончился, статистики, колбасочка. Так, ну это я потом разложу, мне что-то неохота. Может быть, что-то стало дороже стоить? Ну, я говорю про продукты, но я не заметила, что прямо все дорогое, потому что то, что я заказывала, я смотрю, ну типа те же цены. Не знаю, и причем у меня до сих пор проходит оплата по этому, по лицу. Ну, короче, не карточкой курьеру, а, ну вы поняли, Apple Pay. Это он или не он? Или Apple Pay, это не это. Apple ID, может, не знаю. Короче. Кушать охотно. Я такая, типа, знаете, все замороченное в этих всех интернетах, не разбираюсь, что куда кого, и даже забываю о том, что надо кушать. Что-то, потому что мне даже тошнит до голода, а я все не кушаю, не кушаю. Но, скажу честно, если Instagram не объявят экстремистским, и никак не будет, скажем так, ой, вид, ты что, не будет никакого там преследования, ну, короче, если можно будет реально, если будет разрешено пользоваться Instagram через VPN, ну, как бы за это ничего не будет, как бы, типа, хочешь пользоваться, типа, это не будет значить, что я поддерживаю какие-то там экстремические штучки. Если так можно будет, то я не и брошу Instagram. Да, наверное, я буду меньше времени там проводить, не знаю, но я все равно не планирую его забрасывать. Просто получится так, что теперь появится еще больше социальных сетей, которые нужно вести. Но мне, правда, не хочется забрасывать то, над чем я сама много лет работала, и, типа, скажем так, похоронить Instagram не хотелось бы. Вот, но тут уже, как бы так сказать, как получится, я не знаю. Ну, я знаю, я уверена на 100%, что многие блогеры будут вести Instagram, продолжать вести Instagram, просто будут сидеть, получается, через всякие сервера. Не знаю, насколько это законно, насколько это можно. Вот, если это будет, как бы, можно, типа, ну, нет проблем, мы, как бы, закрыли. Ну, если тебе очень-очень хочется, сиди. Если так будет, то я буду сидеть. Вот. Ну, хотелось бы, конечно, чтобы можно было. Но при этом я поняла, что большинство людей не будет сидеть в Instagram, через те же самые VPN и так далее. И, следовательно, актив в Instagram тоже будет меньше. Но все равно, я думаю, что если, несмотря на то, что Instagram закроют, я думаю, что нет смысла сразу же выбегать оттуда, как минимум посмотреть несколько месяцев, как все будет развиваться. Может быть, нам его действительно вернут. И тогда те люди, которые забросили Instagram, хотя была возможность продолжать его вести с помощью каких-то там серверов, да, они расстроятся. Вот. Поэтому я бы не хотела забрасывать, просто хочется знать, что за это ничего не будет. Вот и все. Пока что никто мне такие гарантии дать не может. И в любом случае нужно мониторить информацию, смотреть, что говорят. Можно будет, не можно будет. Хотелось бы, чтобы, конечно, было можно. Вот так. Такие новости. Сейчас поем пельмешки. Может быть, сделаю косички. Не знаю, запишу это на видео или нет. Может быть, пока буду плести косички, буду проводить трансляцию в Telegram. Обязательно на меня подпишитесь. Она играется с едой. Она не знает, что это грех. И с едой нельзя играть. Может, ее маму не воспитывала, не знаю. С кормом своим играется. Все, съела его. Куда ты пошла кушать, Вив? На кровать нельзя. Хочешь, поиграем в корм твой? Только чтобы ее мама не учила, что с едой нельзя играть. Хочешь, в корм поиграем? Почему, какой 8? Вивочка на меня обиделась. Ты обиделась на маму? Хочешь, на дачу поедем? Хочешь, на дачу? Обижается на меня, потому что я постоянно сижу в интернете. За компьютером. То в интернете, то что-то пишу, то что-то записываю, то играю. Да, Вивочка, Вивочка скучная. Вивочка хочет какого-то настроения. На, кормик, на, иди сюда, иди сюда. Мне просто не хватало общения. Игр, игр. Ну, слушаешь, кормик? На, на. На, скушай, кормик. На, на, скушай. Ой, молодец. Вот и что, бусинка поскользнулась. Кстати, многим Телеграм намного больше нравится, чем Инстаграм. В том плане, что там более живое общение, что ли. С этим я согласна. Слава вообще фанат Телеграм. Он не очень сильно любит Инстаграм, поэтому Слава не сильно обломался, не сильно расстроился. Но для меня Инстаграм это реально... Но Телеграм я тоже безумно люблю, потому что, в принципе, Телеграм я уже, ну, наверное, больше года веду. Может быть, ну, не так активно и не постоянно прям активничаю там, но я его завела, ну да, получается, больше года назад. Как раз, когда мы поехали на Алтай, я тогда завела Телеграм и начала его вести активно. У меня там уже была какая-то аудитория. Вот, конечно, сейчас тоже много людей подписалось, потому что все очкуют, что не будет больше никаких социальных сетей других. Вот, не знаю, посмотрим. Единственное, что, конечно, неудобно, что там все в таком формате, ну, типа, ну, как переписка. Это не очень, мне кажется, удобно, с одной стороны, потому что, например, я хотела бы, чтобы фотки были в одном месте, ну, как в Инстаграме, сториз в другом месте, вот. Но с другой стороны, там тоже свои прелести в Телеграме. Ну, что уж говорить, это две разные социальные сети, сети. В любом случае, что их сравнивать, просто хочется... Хочется... Все, как было раньше. Но такого не будет. На чем мы с вами остановились? Что? Я собиралась кушать пельмени, я их съела, сварила. Сейчас я пытаюсь разобраться с масками, ой, с историями и масками в ВКонтакте. У меня почему-то не грузятся никакие маски. Надо что-то загрузить, посмотреть, работает вообще или нет. Не, ну, работает, наверное, я просто, блин, реально вообще не понимаю. Слушайте, я же не сидела здесь, никакие истории, блин, ВКонтакт не загружала. Ну, кстати, на самом деле, может быть, сейчас ВКонтакт полагает, потому что, прикиньте, сколько народу сейчас идет ВКонтакт. Что же, куда еще идти? Надо куда-то идти, надо куда-то бежать! Потом еще, значит, ВКонтакте сделали такую функцию, что, типа, из Инстаграма перенести все ВКонтакт можно. Я это сделала, ну, но у меня, короче, не грузится. Точнее, пишут материалы загружаться, теперь приложение можно закрыть. А, короче, до 24 часов может загружаться, охренеть, блин. И эти VPN-ы меня тоже беспокоят, потому что они могут украсть ваши данные. Ребят, почему у меня никакие маски не работают в ВКонтакте? Ну, я думаю, что нет смысла сейчас париться, потому что, скорее всего, ВКонтакт тоже перегружен и вообще не понимает, что происходит. Да-да, ВКонтакт неплохой. Так, блин, просто еще вспомнить, как тут все работает. Не могу к этому привыкнуть, я не привыкну. Ребят, почему у меня никакие маски не работают? Тут тоже есть какие-то хэштеги. Никаких фильтров! Нет Париж! А можно увидеть комментарии к моим сториз? А можно все, как в Инстаграме? Куда мне получать ответы? Где смотреть статистику? Людям сложно перейти ВКонтакте, людям проще перейти в тот же Телеграм. И то, не перейдут же в Телеграм, на меня не подпишется 2 миллиона 400 тысяч человек. Это логично, потому что некоторые, может, подписались и вообще забыли, что на меня подписались и перестали вести страницу. Понятное дело, что не все 2 миллиона и 400 тысяч активных пользователей было у меня в Инстаграме, но это все равно жопа. Короче, я буду надеяться все равно на то, что вернется Инст. Я не хочу принимать то, что его навсегда блокируют. Я готова принять то, что я буду жить без Инстаграма нормального несколько месяцев, но то, что навсегда, не могу принять. И где смотреть ответы на мои сториз? Тут можно только удалить, добавить в сюжет. Даже не могу видеть реакции. Я даже не могу понять, смешно им или не смешно от моей сториз. Привет, ребят! Я выгляжу как... Я не знаю, кто. Короче, не клево я выгляжу, потому что Нина Красная и, наверное, у меня даже голова грязная, не знаю. В общем, сегодня 16 марта. Начинала я этот влог снимать 13-го. В общем, отключили Инстаграм. Он работает с помощью VPN только. Сейчас уже появилась новость о том, что делают новый Инстаграм, типа российский, Росграм. Росграм... Не спрашивайте. Я пока не знаю, если честно. Потому что пока что я там не сидела. Еще что-то. В любом случае, конечно, я люблю Инстаграм в его первоначальном виде. Там очень много лет моей жизни. Не знаю, и фотографии, и видео, и просто стараний, и трудов. Ну, как бы много действительно, поэтому... Если вдруг кто-то смотрит, кто может повлиять на то, чтобы Инстаграм работал всю жизнь и его разблокировали, то я как блогер, и как потребитель, и как человек говорю, что я очень люблю эту социальную сеть. Я к ней привыкла. И даже если Росграм сделают прям точной копией Инстаграма, все мои года и старания все равно туда не телепортнутся. Я думаю, вы понимаете, о чем я говорю. Поэтому это в любом случае какое-то вынужденное обнуление, так сказать. С какой-то точки зрения я могу, если верить в хорошее, сказать, что может быть это и неплохо. Но, с другой стороны, это как, знаете, если Росграм, или как его, если он реально будет даже лучше Инстаграма, и вообще будет такой улет, то к хорошему быстро привыкаешь. Но, создатели, кто там сейчас трудится, если вы сделаете, не очень, поверьте, к этому трудно будет привыкнуть. Я думаю, что вы понимаете, о чем я. Что могу сказать? Я развиваю свой Телеграм сейчас. Я его очень сильно люблю. Мои подписчики в Телеграме тоже, мне кажется, очень полюбили мой Телеграм, потому что это как один бесконечный длинный влог. Потому что я там и кружочки записываю, и голосовушки, и какие-то видюшки, которые я смотрю, записываю. Поэтому обязательно подписывайтесь, чтобы не теряться, еще что-то. Я очень радуюсь тому, что пока что я могу хотя бы публиковать видео на YouTube. Я смотрю очень много разных всяких астрологических видосов, экстрасенсов и так далее. Ну, конечно, это может быть глупости полнейшие, да? Но я ищу хоть какие-то, знаете, вот, ну, ищу какие-то ответы, какие-то, ну, позитивные, может быть, предсказания, не знаю. Потому что хочется действительно поддерживать веру в хорошее. Вот, я буду стараться до конца, до последнего верить только в хорошее. Я уверена, что в итоге все наладится у всех, у всех нас без исключения все наладится. Мне хочется в это верить. И нужно просто держаться, нужно держать себя в руках, держать свои эмоции под контролем обязательно. Потому что я вчера в Telegram прям целую, я не знаю, книгу, грубо говоря, записала об этом. Потому что, ну, я просто считаю, что очень важно сейчас действительно не выливать негатив. Не говорить какие-то негативные вещи, не писать какие-то негативные вещи, не, не знаю, призывать к каким-то негативным вещам. И я понимаю, что кому-то это покажется, типа, смешным, еще что-то, типа, я в розовых очках, такая дурочка, типа, не понимаю, что происходит. Я понимаю, что происходит, и все это ужасно. Но также я понимаю, что вот этот вот весь негатив, вот эти вот все какие-то вибрации, еще что-то, они никому не принесут ничего хорошего. Вот, и даже те люди, которые думают, что если они выплеснут какой-то негатив на какого-то незнакомого человека, они думают, что это им как-то поможет, осчастливит их, к сожалению, нет. К сожалению, нет, поэтому реально, ну, задумайтесь. Для кого-то мои слова это просто какая-то пыль, еще что-то, но я не хочу людей сталкивать лбами, я не хочу обсуждать, кто прав, кто виноват. Потому что, ну, это просто бессмысленно, я считаю, потому что, ну, я уверена, многие со мной согласятся, что на этой земле есть как плохие люди, так и хорошие. И очень обидно, что именно хорошие люди на других хороших людей выплескивают негатив. Потому что вот этот весь негатив, он делает из нас всех плохих людей, понимаете? То есть мы портимся, мы тухнем. Я не знаю, как это объяснить. И я считаю, что только позитив, только добро, только добрые пожелания, только поддержка поможет реально всем справиться с тем, что происходит. И, ну, короче, я это в Телеграме обсуждала, и я просто поняла, что я действительно, я не хочу никакие там темы вот эти обсуждать, еще что-то. В любом случае это будет иногда обсуждаться, но только в том ключе, что нам нужно всем держаться. И, ну, когда я это говорю, я понимаю, что кто-то сейчас смотрит и думает, типа, то, что мы страдаем от того, что у нас там с Инстаграмом проблемы, да? Ну, как бы я понимаю, что, ну, я говорю, в принципе, в общем, про всех. Потому что страдают, ну, обычные люди, простые обычные люди, везде страдают. И, ну, короче, не знаю, поймете, не поймете, но я думаю, что тот, кто захочет обидеться, тот, кто захочет быть обиженным, он все равно это сделает, он все равно это испытает. Поэтому, ну, как бы, что бы я ни сказала, даже если бы я сказала, что я вас всех люблю, что действительно правда, я всех люблю и хочу всем подарить свою любовь, всем подарить, не знаю, какую-то силу внутреннюю, да, какую-то надежду. И, ну, как знаете, если говорить про что-то такое невидимое, что сейчас, ну, очень много зла, и я не говорю, что там зло это какие-то определенные люди, я просто говорю, что, в принципе, атмосфера зла. Я не какой-то там ни экстрасенс, я этого зла вот как бы, да, в воздухе не ощущаю, ну, как сказать, не ощущаю, в целом ощущаю, но просто как по-человечески. Никаких там у меня этих способностей нет, и, наверное, слава богу, вот, но я просто ощущаю все равно вот эту энергетику зла, и мне бы очень хотелось постараться, ну, как-то это исправить, не знаю, как-то подбадривать людей, как-то просить всех людей, чтобы вы не отвечали злом на зло. Потому что, ну, это, как знаете, грубо говоря, как лучшее оружие против зла, это доброта, там, любовь, улыбки, ну, вот, это то, как бы, с чего, о чем нас учат с самого детства, что, там, от улыбки станет всем светлее, да, какие-то такие вещи. И, конечно, можно сказать, призываю вас всех, призываю вас всех быть добрее, хоть на какой-то процент, но это сможет помочь нам всем. Просто нужно жить по совести, и я понимаю, что иногда в жизни происходят несправедливые вещи, и я знаю, и иногда, ну, это ужасно, потому что ты не понимаешь, за что же именно с тобой такое, почему именно ты, почему именно у тебя такое происходит. И нам иногда кажется, что жизнь несправедлива, жизнь несправедлива, но, как бы ужасно это ни звучало сейчас, то, что я скажу, но, мне кажется, есть такие вещи, от которых, ну, не то, что не убежишь. То есть, ну, я просто так живу, я не говорю там ни про кого, я имею в виду вот просто про себя даже говорю. Я всегда верю и думаю о том, что вот где мне суждено оказаться, там я и окажусь. Какое бы решение, какое бы там действие я ни сделала, где я должна оказаться, туда я и приду. Со временем, там, не знаю, как написано. Просто у меня такое к этому отношение. Думайте, что я сумасшедшая, не знаю. Хочется как-то отвлечься от всех этих мыслей, потому что они каждый день в голове у каждого, у всех. И это логично, потому что всё, что происходит, затрагивает всех и каждого абсолютно. В общем, на этом я с вами прощаюсь. Несмотря на то, что я так вас загрузила под конец влога, он такой у меня тоже разговорный, ещё что-то. Но я хочу уже с новой недели начать как-то активно вести свою жизнь, потому что я превратилась в какого-то лютого задрота, который целыми днями сидит в интернете. Там вот эти все телеграммы, вот это вот всё, что у нас идёт дальше, какие-то астрологи, нумерологи, там ещё что-то. И я реально, ну, уже просто, как знаете, батарейка у меня заканчивается от этого всего, и мне нужно подпитаться хоть каким-то позитивом. И я думаю, что если вы все, ну, кто-то захочет написать какой-то негативный комментарий, напишите позитивный комментарий. Давайте друг друга подпитывать позитивом, давайте друг друга поддерживать в комментариях в тех же самых. С чего-то нужно начинать. Всех люблю, целую, обнимаю, будьте счастливы, здоровы и всем пока!